Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, присоединяется к нашему эфиру. Александр, рады вас видеть. Приветствуем в эфире информационного марафона «Фридом». Добрый день. Добрый день. Давайте поговорим. И вот действительно сейчас продолжается вот такое активное внимание, уделено херсонскому направлению. Мы понимаем, почему. И вот сейчас мой коллега Олег Борисов тоже детально про это говорил. Я хочу начать с того, что накануне глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что верхушка российских оккупантов покидает правобережную часть Херсонской области. Я думаю, что ответ у многих есть, почему это происходит. Очевиден, в принципе. Очевиден, да. Но я бы хотела все-таки, чтобы вы с военной точки зрения объяснили, почему покидают, к чему это может привести и про что это свидетельствует. Ну, действительно, часть может покидать, часть все-таки остается. Необходимо понимать, что российские военные там еще, к сожалению, остаются. Я думаю, что, уверен, что это временное явление, конечно же. Но пока они там есть. У них есть командование. Почему важно для российского военного присутствования командование? Дело в том, что практика предыдущих этапов военной борьбы, нашей российского вторжения военного, она показывает, что для того, чтобы российские войска вели какие-то наступательные действия, им необходимо присутствие непосредственно командиров на местах. Вот если мы возьмем, например, Херсонское направление, там ни один старший офицер российской армии уже погиб. И погибнет еще ни один, если все так дальше будет продолжаться. Там погибли генералы, полковники. И не только под Чернобаевкой. Почему так? Потому что, во-первых, централизированная система в российской армии, которая фактически с огромными проблемами централизации управления стыкается, не может их решить, потому что система такова, что они не решаются. Но нету больше стран практически в мире, за исключением каких-то диктатур, где министр обороны может отдавать военные приказы. В России такое есть, наряду с генеральным штабом. Но там такая система присутствует. Соответственно, централизированность командования требует присутствия на местах старших офицеров, которые, первое, руководят непосредственно операциями, второе, они координируют действия, третье, они постоянно мониторят ситуацию на месте, для того, чтобы поддерживать якобы моральный дух, потому что как только едут старшие офицеры, сразу случаи дезертирства, сразу беспорядки, сразу проблемы с личным составом, поэтому они там присутствуют еще и как, не то что военные командиры, но и как жандармы, которые контролируют непосредственно порядок в воинских частях. Поэтому, с одной стороны, отъезд старшего командования свидетельствует о том, или части старшего командования о том, что они банально испугались, это необходимо понимать, и они переходят на более тыловые позиции, где они считают, как они считают, будет безопаснее. Испугались украинских сил, конечно же. Второе, какое это может иметь проявление? Это может означать, что с дисциплиной начнутся проблемы, и с поддержанием морального духа у российских сил тоже будут начинаться проблемы, поскольку, как только будет разноситься информация, что командование старшее их оставляет и перебирается на более безопасные позиции и места, они остаются здесь, то часть, конечно, в принципе, смирится. Там есть и такие, необходимо понимать, которые скажут, мы все равно останемся, будем тут до конца, и так далее, и так далее. Но большинство может задать вопрос, а почему мы должны здесь находиться, и это очень сильно будет бить по моральному состоянию в сторону того, что, скажем так, боевой дух будет только падать. Ну, в принципе, что, конечно же, лучше для украинских сил, поскольку у таких российских военных всегда будет возможность, в принципе, сдаться без боя в плен украинским силам, либо, ну, я не знаю, использовать какие-то пути через паромные переправы, либо в экстренном быстром порядке организовывать понтонные переправы и просто убегать фактически, отступать с этих позиций. Вот то, что касается именно командования. Давайте тогда продолжим и вернемся к тому, что вы говорили сейчас в своем ответе, и то, что мы вспоминали, когда показывали карту боевых действий, которую действительно каждый день обновляет, и она такая динамичная, то, что делает американский институт изучения войны. Я вспомнила британскую разведку, и я напомню, что ранее она сообщала о том, что вооруженные силы Российской Федерации не могут использовать, напоминаю об этом, два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате это логично, что все поставки для войск Российской Федерации размером несколько тысяч будут зависеть от двух пантомных паромных переправ. Это то, что мы на самом деле показали и в материале наших коллег. Американские аналитики прогнозируют, что Российская Федерация в связи с теми событиями, вернее, даже не событиями, а вот с тем, что складывается сейчас в связи с этими отсутствием такой логистики, которая была ранее у российской армии, говорят о том, что Российская Федерация военные теряют способность защищаться от любых контратак на Херсонщине. Ваше мнение по этому поводу, вы тоже видите, что в ближайшее время именно российские вооруженные силы потеряют возможность даже, скажем так, сопротивляться контратакам. Как вы видите эту картину? Ну, я вижу картину, как и видел ее ранее, и мы это обсуждали с вами тоже, когда говорили о том, что, ну, понимаете, какая ситуация выходит. Фактически российская группировка войск попала в ловушку, поскольку их сначала заманили на южный берег Херсонской области, но также вышло, и после этого начали отрезать им пути снабжения и логистического обеспечения. Таким образом, каковы задачи были фактически выполнены? Во-первых, было снято напряжение, ну, скажем так, уменьшено напряжение на восточном фланге, то есть там, где российские силы вели активные наступательные действия. Но сейчас эта активность фактически у них свелась только к Бахмутскому и Донецкому направления, где они пытаются, ну, вот, вести штурмовые фактически наступательные действия. В остальном там у них каких-то, скажем так, перспектив нет особо. Во-вторых, это привело к тому, что, в принципе, украинские вооруженные силы постепенно начали навязывать свой сценарий ведения боевых действий. А теперь, когда они находятся там, на правобережной части Херсонской области, к слову, они же, кстати, перебрасывали туда войска для того, чтобы переходить к контрнаступлению. По их версии, не украинские силы должны были идти в атаку, а они разносили через свои пропагандистские источники, в частности, и личному составу доводили о том, что сейчас они пойдут штурмом на Кривой Рог, на Николаев, ну, дальше на Одессу и так далее, и так далее. Ну и что? Где сейчас эта наступательная активность? Ее нету. Почему? Ну, потому что все логистические пути сбиваются, они стоят в защитные порядки. Правда, они окапывают позиции, они очень, скажем так, интенсивно готовились именно к обороне, потому что они понимают, что на сегодняшний день у них, ну, фактически два выхода. Либо вот принимать бой, но для того, чтобы принимать бой, необходимо постоянное логистическое обеспечение, а с этим уже есть серьезные проблемы. Либо сдаваться. Но так как сдаваться мы видим пока, мы не видим какой-то активности большой, возможно, в будущем она станет и больше, это вопрос времени. Но вот принимать бой они готовятся, имея только, скажем так, то обеспечение, которое у них есть. Но все, скажем так, еще и все хуже, как бы казалось российским военным. Дело ведь в том, что несмотря на то, что они окопались основательно, стали в оборонной позиции, но если постоянно под огневым контролем переправы, по которым российские силы перебрасывали подмогу, раз, под огневым контролем известные точки, где располагались склады с боеприпасами. Это же видно из отчетов, например, оперативного командования ЮГ, которые дают систематически о разрушенных складах именно на Херсонском направлении. И очень часто это одни и те же населенные пункты. То есть это все известно, это все под огневым контролем. И в таких условиях, ну, в принципе, конъюнктура складывается далеко не в российскую пользу. Но вместе с тем, тех боеприпасов, которые они еще успели там подвезти, у них достаточно для того, чтобы некоторое время продолжать еще сопротивление и вести бои. Александр, в свою очередь, также сейчас мы очень много говорим о контрнаступлении вооруженных сил, потенциальном контрнаступлении вооруженных сил Украины на юг. Сейчас также по информации украинской разведки бои ужесточаются в направлении Сиверска. И, кстати, также по информации аналитиков это делается для того, чтобы отвлечь вооруженные силы от активного контрнаступления. Но тут вот в чем важный вопрос. Если сейчас вооруженные силы Украины, вот я прямо сейчас смотрю на карту Американского института изучения войны, если они сейчас находятся, ну, где-то в приблизительно 18 километров до границы города Херсон, там уже начинаются, начнутся городские бои. А по информации военных экспертов, городские бои, они считаются самыми трудными. Труднее даже, чем бои на поле. Труднее даже, чем чем-то, чем артиллерийские бои. Скажите, пожалуйста, готовы ли тут вооруженные силы Украины и продумывается ли план на будущее, на городские бои, чтобы выгнать российских военных из города полностью раз и навсегда? Ну, вы знаете, что, во-первых, я могу сказать, что то, что мне точно известно на 100%, это то, что курс международного гуманитарного права и право военных конфликтов, он точно преподается и доводится информацией к личному составу вооруженных сил Украины, распространяется соответствующая литература и суставами вооруженных сил Украины, но и с основными нормами международного гуманитарного права, именно как раз тех, которые нам касаются и гражданского населения. Если мы посмотрим и четко увидим удары, которые наносятся вооруженными силами, они идут по военным объектам, как раз фактически по всем легитимным целям, которые допускаются и женевскими конвенциями, и другими источниками. Несмотря на все эти фейки, которые пытаются распространять или даже через, казалось бы, уважаемые организации типа Amnesty International рассказывать о том, что что-то там нарушают. Это раз. Поэтому это ответ на то, будут ли придерживаться, будут, конечно, все правила. Второе. Разные сценарии рассматриваются. Я хочу отметить, что украинские вооруженные силы не единожды, еще до 24 февраля, и не только вооруженные силы Украины, и Нацгвардия, и спецподразделения полиции, и другие виды войск, которые в частности сейчас на передовой, они проходили учения как раз на урбанизованной местности, то есть в городских условиях для того, чтобы фактически навыки профессиональные закрепить ведение боевых действий в городах. Это очень важный момент. Ну и следующий момент. Вы знаете, возможно, некоторые аналитики, уважаемые, или эксперты, они немножко забегают наперед, когда они уже, скажем так, предусматривают бои в городских условиях, либо другие. Украинские силы готовы точно. Но я вам хочу сказать, что на сегодняшний день может и не надо настолько забегать наперед, поскольку необходимо в полной мере реализовывать ту стратегию, ту концепцию, которую мы сейчас видим. Это обескровить вот те кровеносные артерии и сосуды, по которым российские войска получали подкрепление. Это уничтожение складов. Это фактически создание таких условий, когда сопротивляться врагу просто будет нечем и будет невозможно. И не факт, что это обязательно закончится только боями в городских условиях Херсона. Возможно, они просто в Херсоне уже начнут сдаваться. Поэтому не нужно тут забегать наперед. Все, в принципе, реализовывается и постепенно реализуется в нашу пользу. Просто единственное, конечно, для этого необходимо еще время и усилие. В свою очередь и президент Зеленский об этом также говорит. На этом делает важный акцент на Донбассе. Продолжаются ожесточенные бои, а борьба на юге Украины дает хорошие новости. Об этом Владимир Зеленский, президент Украины, сказал в одном из своих вечерних обращений. Давайте услышим. Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самая горячая точка фронта на этом направлении без изменений. Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов. Артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там просто герои. Харьковщина, украинская оборона крепка и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются. Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем. Уменьшаем потенциал оккупантов. И чтобы финализировать уже данную тему, скажите, пожалуйста, мы видим, по словам президента Зеленского, позитивные шаги вперед на освобождение Херсона, Херсонской области, да и в целом юга Украины от российских военных. Но, в свою очередь, российская армия стягивает максимальное количество военных на Донецкое, на Луганское направление с целью захватить Бахмут, Краматорск, Славянск, обстреливая эти города постоянно. Сейчас идет речь о том, чтобы увеличивать максимальное количество военных и техники со стороны вооруженных сил Украины. С учетом того, что заложенный Валерий ранее говорил, на одного артиллериста приходится 5-10 российских артиллеристов. Ну, если мы говорим о вооружении и артиллерии, мы знаем, что это тема, которая постоянно на повестке дня и нисходит, и все делается для того, чтобы действительно огневую мощь украинских сил увеличивать. В этом нам помогают наши партнеры, в этом огромные заслуги и усилия к этому прикладывают. И украинская власть, то есть мы постоянно слышим, эти вопросы артикулируются. Буквально на этой неделе была одна из встреч, где было собрано 26 стран, проходило в Дании, и где обсуждался как раз вопрос увеличения в Украине военной помощи именно по артиллерии и другим видам. Было собрано полтора миллиарда европомощи и так далее. То есть постоянно идет речь об увеличении огневой мощи. Это раз. Во-вторых, также обучение и подготовка профессиональных военнослужащих и артиллеристов к тому, чтобы они могли эффективно и качественно использовать ту технику, которая передается Запада. В этом помогает Британия, где на полигонах и британские военные, и военные из Норвегии, Канады и других стран помогают обучать украинских военных по стандартам НАТО, для того, чтобы они фактически сразу после обучения были боеспособной, эффективной единицей для введения продуманных, эффективных боевых действий. То есть работа в этом плане, конечно, постоянно ведется. Спасибо вам огромное, Александр. Как всегда, очень приятно с вами общаться. Спасибо, что вышли с нами на прямую связь. Я напомню, Александр Мусенко с нами был на связи.